Во-первых, в Израиле широкополосный интернет, то есть быстрый интернет, есть практически в любой семье, как и автомашина, так и интернет. Понимаете, у нас нет компьютеризации школ, просто есть у каждого школьника, потому что они все свои работы в третьем, пятом классе должны делать на компьютере. И они просто по-другому не понимают, как это можно. У нас же не компания по компьютеризации, у нас просто человек понимает, что ему удобнее быть с компьютером. Прежде всего это сделано очень просто. Опять же, это делается очень просто. Просто введением соответствующих правил. Значит, если вы придете в банк, будете делать какие-то операции, вы за этой операцией заплатите денежки. Хотите посмотреть свой счет, вам дадут распечатку, за это платите денежки. Если вы входите в систему банка и смотрите свой счет, переводите деньги счета на счет, через интернет это бесплатно. Поэтому все пошли работать с интернетом, и вверх нет очередей в банке, никто не стоит, так сказать. То есть теперь только если нужно взять деньги наличными, в банкомате, а то раньше же еще нужно было посмотреть, сколько у тебя на счету, и ради этого было много нюансов. Теперь это все делается с помощью интернета. Это не только. Значит, все анализы, которые, скажем, мы идем к врачу, а врач-дочь, он сделал такие-таки анализы. Ну, во-первых, у него это в системе, и я получаю все свои анализы по интернету. Работает. Понимаете, то есть делается же очень просто, просто вам не выгодно, ну что вы пойдете за этим анализами, там, ну, анализы вы сдавали, вам пришлось туда ходить, а второго раза вы ходите, уже вам не надо. Просто-напросто людям показывают, никто не навязывает, вы можете пойти в банк, и можете пойти к сиректорию факультета. Проблемы нет. Ну, просто для этого вам нужно потратить время, а если вы не хотите тратить время, вы будете пользоваться интернетом. Обратная связь, она же зависит только от одной действительной вещи, от нормативного автора. Какое у него дается время на ответ письма трудящегося? У нас не признаете электронную почту запросом каким-то... А у нас признается, вот и все. Понимаете? У вас признается. Да. Признается. Очень интересно. Но дело все в том, что ведь надо понимать, как это можно послать. Вы можете послать его через интернет в виде электронного письма, но фоксимильного. Да, да, да. Вы даже можете расписаться, если хотите. Пожалуйста. Сегодня же техника очень простая. У меня стоит какой-то комплексный прибор HP, который делает сканер и все прочее. Я могу принимать факсы, которые посланы неэлектронном виде. И все это на компьютер. Когда я это распечатываю, это будет нормально, и с подписью спечатать, если хотите. Что за проблема? Еще один последний вопрос. Это просто вопрос. А. С технологией все решено. Да. Осталось совсем немножко помочь законодательно. Ну и что бы то? А парадигма мышления, она как бы готова поменяться? Ну вот... Ну понимаете, какая ситуация? Бабушки могут пойти в банк. Ну скажем, женщина 60 лет, она у нас еще не считается бабушкой, она будет с помощью, общаться с помощью, с банком, с помощью компьютера. Тем более, что сейчас есть компьютер везде, в машине, ну где хочет. Да, 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 да. Это мы пойдем сейчас рассуждать о том, что об умной пыли, о том, что это будет везде. Ну а о будущем, наверное, чуть попозже. Я один еще последний вопрос закончил, цикл вопросов, связанных с интернетом. А как вы считаете, блок нужен ли президенту? Нужен ли он быть? Я не знаю. В Израиле, наверное, нет, потому что мне проще просто до него дозвониться, если вообще что-то надо. Вы понимаете, какая ситуация? В России, как и в любом таком вот государстве, такой полудемократическим или как-то неполноценно демократическим, очень важно, так сказать, должен решить этот самый верховный человек. Любой вопрос нам. Я вчера слушал выступление Медведева, он объяснял, что там, чтобы какие-то деньги выделили инвестиционные банки, он должен лично, так сказать, им дать указания. Значит, у нас, значит, по своей деятельности, а у меня очень много лет уже большой исследовательский центр, мне ни к чего не нужно было от правительства. У меня не было вопросов к правительству по моим личным делам. Как общественный деятель, скажем, как ЧСО изобретателей, и у нас есть какие-то там вопросы, изменения законодательства, еще что-то, я обращаюсь, ну, как правило, к профильный комитет. И с его председателем мы ведем какую-то, так сказать, стандартную работу. Это нормально. Значит, у нас есть лобби, у нас есть, можно выйти, организовать многотысячную демонстрацию, это все влияет. Но вот так вот, нет, просто у меня, моя работа от личного желания премьер-министра или президента не зависит. Понимаете? Она никак не зависит, может, я хотел бы, чтобы зависит, но она не зависит. Потому что просто есть положение, и я работаю по ним, и нет никаких проблем. Сколько я должен платить налогов там? Продолжение следует...